добрый вечер друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая ну как всегда сырнички к приезду семьи приезду внуков не знаю саня приедет или нет если насти его приведет катюшки в определенное время значит тоже приедет так и конечно же я подождите-ка я открою двери жарко и конечно же сырнички сырнички чистые руки и вы знаете почему чистые руки такой у меня уже рецепт есть обычная знать еще дома я как-то еще ручками полеплю но на даче на даче другое дело в общем масла хватает и вот так вот я делаю смотрите я делаю беру ложечкой как бы мне поудобней то вам так беру ложечкой и сюда вот так же ложечкой можно побольше взять и снова сюда можно делать побольше сырнички нужно поменьше здесь у меня немножечко не по уровню стоит надо поле попросить чтобы что-нибудь подписку не подложил скатывается в этот бок надеюсь и сильно расплющила снова ложечка и вот так много не накладываю чтобы не было у нас тут на сковороде безобразие и вот сейчас они у меня пропекаются пока у меня тут не сильный только по возможности еще можно будет убавить так все ну вот пусть пекутся буду переворачивать покажу что можно уже переворачивать ой никак не неудобно тут знаете чего одной рукой так сковородочку конечно чтобы нам придерживать ну ладно немножко тут на бочок немножечко все друзья немножечко некуда поставить а чтобы вам показать что действительно вот такие сырнички я делаю прекрасно я вам и показываю одной рукой нету здесь место поставить штатив я вам покажу у нас что на улице это гром у нас гром и у нас снова дождь такая погодка небо там такое темная и радуга и радуга кто-нибудь ее видит да я вижу ее в камере значит и вы увидите и она идет полукруглая какая красота ух ты она наверно станет ярче сегодня и погода такая теплая вишни сегодня не собирала правда и красиво какая радуга и там такое небо красиво и дождь и дождь так иди-ка давай уже сырники пеки дождей деловая ой я не могу так и все и снимаю они у меня получается не толстенькие и зато ручки чистые так вот так раз вот у меня здесь сделано много потому что сырничков надо много будет джем с малинкой пока ничего не делала в холодильнике стоит вы говорите блендером да вот многие советуют мне блендер это здесь нет надо колюшке сказать что привез я еще не знаю здесь потянет или нет этот блендер то вот еще чего ну может увезет я его там научу как сделать дома да и все я не хочу в этот раз выезжать вот чего мне кажется сверкнула молния не хочу я выезжать домой в этот раз потом опять ехать на автобусе попекается сейчас вот будут две полные вот такие тарелочки они как раз немного остынут времени уже у нас сколько времени то у нас уж ты наверное уже 5 время ты ну ка я тут с ушками с ушками баловалась ой 6 нормально ай дождь ай дождь ну все то у нас не было то теперь снова дожди из крайности в крайность так ладно друзья все я кладу телефон я вам показала да как я делаю вот это все дело привыкла я конечно чтобы у меня знаете чего чтобы штативчик стояла я спокойненько вот так похвастаться что я вот такая деловая что не прямо вот так беру ложкой да вот вот так вот накладываю что делается тогда давайте вот еще раз вам покажу как это так сырники чистые руки что еще дальше будет скажи да ничего здесь особенного нет значит у меня нет манки поэтому я на 200 грамм творога ладно одно яйцо столовая ложка сахарного песка и столовая ложка муки все после того как я все перемешала ах забыл я ванилин после того как я все перемешала у меня стояла полтора сверху знаете вот покрылась водичкой такой творог выделил потому что сахар же перемешала и все погнали печь делайте так как я творог берите девяти а лучше пяти проценту вот и все посмотрим что там делается смотрим что там делается а что у нас делается дух вот что у нас делается воды теперь кубовик будет точно пылым красота так радуга где радуга исчезла сейчас сырни тут напеку и она снова появится ну что ждем детей кирюку санечка тимульку и николя все все готово все хорошо вот такие сырнички и поужинаем и на завтрак останется с вареницем с джемом обычно джем малиновый завтра наверно будут делать блинчики и я расстроена настя не привела саню катя определенного времени я у нее спросила в чем дело и на себя плохо почувствовала так как коля привязан к переправе ему уже даже было некогда туда заезжать они переехали в другое место почему я и попросила что приведи санечка попросила заранее вот так вот не знаю расстроился санечка не расстроился потом позвоню ему чё и как жаль конечно я думала они тут стимули вдвоем побудут ладно мы не будем об этом у меня есть свои мысли на этот счет конечно и вам уже сказала что санек приедет в общем расстроилась я едет тимотеус едет кирюшенька едет папа колям так что все будет хорошо друзья смотрите новая тема у тимы значит сначала красит пальцы а потом их рисует вот здесь ведь так и теперь дает мне чтобы я это высушила вот здесь уже вот вот здесь вот уже видите новая тема эти матеуса сейчас просто решил покрасить а руки дай-ка тима ручку покажи какая ручка у тебя красивая вон-то очень красивая ручка да просто обалденно красивая сырников пока не хочет кириллушку не снимаю кириллушка сидит молча лопает сырники да рисую рисую малыш тимурка как только заехал все тут же краски показывает шкафу нити чуть рисует пальцы аккуратненько это значит на занятиях так они делали друг друг другим цветом нарисую я тебя отмывать то где буду пожалуйста так в общем ребенок будет следователем я так поняла будет снимать отпечатки пальцев тимотеус вот это ручки вытирай молодец деда когда это увидел это криминалист у нас растет посмотрите видишь уже другим цветом другим цветом витуте заново резких руки я уже показывала вон красота он весь отпечатков пальцев сколько надел ему нравится это наукате спросить они видать на какое-то занятие ходит тима мой все модель модель видит что я его снимаю ай ты моя ласточка ай ты ласточка моя да всем пока скажи всем пока скажи пока тимси скажи мы же скажи начали уже говорить понемножечку папка нафиг скажи не хочу рисуй дальше тимси вот внук у меня цветы поливает мы с ним сходили там баньку затопили он там постоял со мной послушно пока я печку зажгла разожгла вернее да тимуля на еще будешь поливать вот наливает бабушка стоит из бочки сегодня не жарко поэтому я ему ванну с водой не наливаю молодец возьми в другую ручку тем в другую ручку возьми удобней будет не в ту ручку бабушка тебе подала вот я говорю этот полил цветочек давай теперь другой поливать давай давай малыш давай вот потом мама будет смотреть на еще тебе какое удобнее то поливать ну-ка давай вот это вот другую 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 возьми вот эту возьмешь так опять не так мы с тобой взяли тимулечка все этот цветочек уже напился надо уже другой поливать бабка тоже поворота не так да к давай особенно всех называл по имени так подожди 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 я тебе дам удобнее вот так давай как мы с тобой брали вот что-то мы совсем с тобой другой полей цветок другой тима вот другой полей тимочка покажу ему тимуля теперь надо вот этот цветочек поливать вот этот потом полей ладно вот этот польешь пошли за водой пошли за водой до пошли за водой давай грязная ничего страшного в бане на моемся давай бери нет не этой рукой это хочешь вот иди другой поливай который я тебе сказала тима не этот вот молодец вот этот поливай давай вот этот давай поливай этот цветочек давай хороший мальчик у нас деда колес кирюша еще там работают осталось им там совсем немножечко ну вот по дачам погуляли песочницы два раза поиграли да и дома поиграли время то наверное уже ближе к пяти сейчас солнышко сегодня светит тепло то там написали мне что этот тряпка это не тряпка синяя голубая это зонтик он уже сломан его наверное не восстановить все все цветы сегодня у бабушки будут политы все цветы да вот мама если смотришь нас тимулечка уже на с тобой рядышком будете ты будешь ним смотреть как вот как мы цветочки поливали да да скажи он солнечные зайчики у нас скажи только от этих дисков вот скажи бабушка тут какую скажи мне какой праздник не бабушка устроила да да на иди поливай ничего у нас пока не изменилось я сегодня чисто с внуком но зато распускаются астры и флокс не надо собрать крыжовник вчера я не собрала его а вишня спеет поеденный пока не вижу они сверкают на солнце может правда отгоняют птичек то тимуль будешь еще поливать еще будешь поливать или к дедушке пойдем ему нравится ему бы конечно бы ванну воды бы налить но я не не рискую потому что друзья прохладно сегодня все равно для того чтобы булькаться в воде все равно прохлад так ты мимо льешь то тимулечка ты мимо лишь на цветочки поливать они пить хотят да друзья доброе утро я с утра видите в каком рабочем виде ну уж вы меня не осуждайте я ходила собирать крыжовник собрала крыжовника немножечко совсем он мелкий но уже мягкий и осыпается поэтому пришлось собрать мелкие где-то крупный вот такой вот немножечко конечно совсем с двух кустиков там еще висят ягодки но они очень мелкие может быть дозреют их птицы не клюют видимо все таки боятся этих шипов потому что знаете как шиповник свой этот крыжовник собирать все его шиповник шиповник вот я его не варить ничего не буду потому что тут это я собрала кирюшки покушать он очень просил маленькая еще попалась тимулечка у меня еще спит сегодня едут они домой в основном ничего такого не снимала арбузовый кружка привез солнышко на улице светит что-то арбуза не хочу я после к вида меня как-то с арбузами как-то я их вообще не в нем перестала воспринимать сейчас я вам кое-что объясню посмотрите написали мне убери тряпку желто синюю не знаю говорила уже или нет прослушать заново ролик смотрите это зонт эти ветер когда к вышит она зелененькая есть давайте мы не будем из короче из мухи делать слона вы понимаете о чем я в общем утро поля с кириллом все уже там практически доделали пошли убирать леса еще там мелкие такие работы и все с этой халтурой закончилась долго не делали потому что то непогода то кирюшка тут работала вишня не знаю надо сегодня хотя бы частично собрать что совсем красная эти солнечные зайчики 19 градусов тепла вы наверное друзья чувствуете да в моем голосе что-то не то до вчера кирюша в 12 ночи где-то ну тимулька то не спал еще где-то в 12 ночи пришел говорит мама у меня закончился ингалятор я думал что взял 2 оказывается не взял и все и коля тут же проснулся и я расстроилась а вы знаете что он астматик и ругать его за то что запасного нет этот кончается смысла нет все мы были детьми понимаем что да и взрослые порой забывают айф вот возьму возьму и чик и не взяли а здесь у нас привязаны конечно переправе мы привязаны ко времени все время и все у меня как только с моими детьми что-то там по здоровью я не могу мне начинается до покалывания в пальцах хорошо коля говорит здесь же есть скорая помощь на 23 но это недалеко ехать 15-20 минут она должна быть круглосуточная если что горит кирюша повезу я позвонила через 103 мне посоветовали 103 позвонить я спросила действительно ли рабочая но там действительно а где еще скорой помощи быть на этом берегу больше никак я говорю так и так действительно ли есть этот пункт есть скорая помощь я как мне туда позвонить мы номера телефонов не даем так мы только через вас делаем вызов я когда как мне неудобно буду делать вызов объяснила ситуацию она горит у нас еще не по таким поводам вызывают поэтому не стесняйтесь вызывайте на кирилл сказал мама у меня там наверное еще будет на один пшик а если мне будет плохо я скажу коля грида если что плохо сынок там я тебе срочно отвезу для астматиков там должно быть там сказали по телефону что для астматиков все равно должно быть что то поэтому не переживайте его лучше вызывайте скорую вот конечно же теперь я уже буду знать я вот коля купить сюда ему ингалятор пусть запас то будет там соседка чем-то кусты опрыскивает с утра прямо смороду кажется я еще смороду не собирала вот такие вот дела друзья вот такое у меня блок чисто так чисто новости за выходные игры стимулька ведь не снимаешь мы с ним вчера в банку сходили водичкой на поливались он такой довольный бабушка его поливает я конечно была одета чё ребенка с у нас водить я была в хватике в тоненьком чтобы ребенок кто-то ну знаете да можно запомнить все равно четыре с половиной года как-то ведь неудобно что тут в общем я все равно как бы даст все равно стесняюсь уже все-таки такой возрасту детей когда они уже могут все видите помнить и вот саню я тоже мыло тогда он с коли как-то побоялась отпустить или коля уже намылся а побоялась что недогляд будет какой-то там ну в общем вы знаете меня я же вечно чего-нибудь эти мульку тоже с коли не пускают будут повзрослее пожалуйста пусть ходят вот он тоже в халатике на мой не смахнухались я вон намола по-хорошему прямо на поливала потом коли вовил и я уже тут сама уже оттянулась в бане ой как хорошо не то чтобы мне нужен жар нет жара мне не надо так вот помыться от души все равно есть какая-то разница да ты под душу моешься либо ты вот в банке в теплой сидишь отдыхаешь водичкой на себя поливаешь но в общем дни прошли выходные как обычно не помите астрочки зацветает он там подсолнух медвежонок ближе не приближается астрочки так друзья ну ладно у меня уедут мои я буду записывать дальше свои рассказы птички поют наташа вчера горит в темноте говорит ну вечером выходе сейчас же уже ночь темная темно вечера уже намного темнее у вас висят вот эти вот диски а если горит еще свет у вас на даче горит уличный как сигнализация работает такой блеск ну ладно друзья все увидимся скоро